Дача Всем самого доброго утра. Сегодня 9 мая, великий праздник. Днем Победы. Да, суббота на часах 9.00. Дорогие наши друзья, дорогие наши подписчики и гости канала, дорогие, 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 от всей души поздравляем вас с этим замечательным, священным праздником, Днем Победы. Пусть у нас всегда над головой будет мирное небо, яркое солнце, чтобы мы никогда не услышали грохота снарядов, взрыв мин и запаха пороха, чтобы наши дети росли здоровыми, счастливыми под мирным небом. С праздником! Увидимся на даче! Ура! Ура! А дорогая редакция в пекарню пошла хлеб покупать. У нас дождик пока, но говорили, что погода будет хорошая. Погода будет хорошая, со знаком плюс всегда. Но дождь, дождь, ничего страшного. В общем, едем. Берем вас с собой. Наши дорогие ветераны, кто еще в рядах, как говорится? Самое главное вам здоровье, счастье. Но я думаю, что самое главное – это здоровье. А тех, кого нет, мы будем помнить, почитать. Вечная им память, вечная им слава. Это действительно праздник со слезами на глазах. Не знаю, удастся ли нам увидеть в небе воздушный парад. Мы надеемся, что увидим. И всем хорошего настроения, хорошей погоды и отличного отдыха. Уезжаем в Воскресенск. Интересно, сегодня нас будут куар-кодить? Будут. Вон стоят. Так что сейчас ненадолго отключусь. Маршрут перестроен. Прокуар-кодили нас. Едем дальше. Что в прошлом, что в этот раз проверяли только мой пропуск. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Вот в прошлый раз ехали. Было красиво, но не зелеными деревья были. А в этот раз, обратите внимание, какая красотень вообще. Прошло каких-то три дня. И все так классно зазеленело вообще. Красота. По Воскресенску вас везем. Немножко по Воскресенску решила вас прокатить. Очень нравится нам этот городочек. Он такой маленький, уютненький, зеленый. Сейчас, как в прошлый раз, отвезем детей, выгрузимся. А то продукт питания некуда складывать. И опять на дачу. А вот еще одно из любимых моих мест. Сейчас мы будем подъезжать, я вам покажу. Вот эта гора прямо перед вами. Так я люблю это место проезжать. Ну, мы уже, в принципе, на месте. Кстати, нам в этом году дорогу сделали там, где было просто невозможно ездить. Сейчас более-менее. Ой, въехали в дачные владения. Ура! Чего никто ура не кричит? Жалко, что не могу вам показать. Слева озеро наше любимое. Игорешка туда ходит рыбалить. Ракурс телефона стоит не так. Сейчас чиркнем, наверное, опять, когда машина сильно груженная. В одном месте там прям траву косим машиной. Поехали. Сейчас проедем. Я ветки хочу эти проехать, Игореш. Сейчас поцарапаю здесь машину. Не поцарапаешь, левею. О, ура! Приехали. Всем еще раз добрый день. Мы уже на даче. Ой, и хочу вам рассказать о маленькой неприятности, которая произошла с нами. Вот на ровном месте девчули и мальчули заезжала на участок и не посмотрела в стекло заднего вида. И чиркнула. У нас там штыри, куда вставляются крючки, чтобы забор не гремел. И чиркнула. Она, конечно, грязная, но я думаю, что придется шлифануть ее. Вот такая неприятность. Но как дорогая редакция, как Игорешенька говорит, да пусть это будет самое большое горе в нашей жизни. Действительно, может быть, Бог от чего-то худшего уберег. Поэтому это всего лишь железо. Главное, все живы-здоровы. Ну, а теперь о приятном. Вот она моя туйка. Стоит. Но пока желтая. Надеюсь, в этот приезд я рассчитываю заниматься клумбами. Поэтому обязательно и пины ее польем. Польем. Ксаночка мне советовала и пинкой ее удобрить. Можжевельничек. Ой, что тут? А, Игорешка себе берцы прикупил. А то у нас сапоги тебе керзовые прохудились. Ну, класс, Игореш. А привет передай вообще всем. Можжевельничек прижился, мне кажется. Здесь, конечно, в этой клумбе большой-большой бардак. Ну, я говорю еще, не касалась абсолютно клумб. Но хочу вам показать, что вот они лилии. Лилии пошли. А вот это вот маленькие тоже шли? Да. Вот. Раз. Вот. Два. Раз, два, три. Вот, смотрите. Вот лилия. Да, их больше тут все пропалю. Вот они. Вот эти палочки потом мы уберем. Вот лилии. Пошли так. И вот здесь еще вот. Вот лилия. Вот. А, ну это один кустик. Слава Богу. Наведем порядок, будет красота. Хосты. Хосты. Пошли. Надеюсь, в этом году не так парить будут. Париться. Надеюсь, в этом году им будет лучше. Здесь вот хосточки, хосточки. Вот они. Вот они. Красота. Так. И вот эти тоже с прошлого раза уберем. А свеженькие, где они? Где? А, вот она. Вот она. Выглядывает красивая вот эта с желтенькими пятнышками. И вон еще выглядывают росточки. Гортензия тоже оживает. Ничем ее не поливала. Вот промульчировала перед тем, как закрыть сезон, все клумбы. И все. Ну тут, конечно, немножко удобрить надо будет. Вот уже пошла распускаться. Надеюсь, будет все с ней хорошо. Посмотрите, как подрос чеснок. Прям хорошо подрос. Рядом можно будет разбить вот там еще одну грядочку. И осенью посадить еще одну грядочку чеснока. Вообще идей куча. Я так рада, что мы приехали. Я надеюсь, мы задержимся здесь. Не горешку проводим на работу, а сами подзадержимся. Сейчас вам все наше семейство сниму. Дорогая редакция. Алинушка с Дашуленькой. Теперь у нас Карета. Дениска. Ладно, пойдем теперь немножко перекусим и будем заниматься делами. На даче, как вы знаете, и как я уже знаю, всегда... Как всегда, собрались. Приехали на дачу с котлетами. Ну, это мы, я из дома, продукты забрала, какие были. Там стейки немножко и вот котлетины куриные. Ничего. Как всегда, килечка. Мы открываемся. Нет, точнее, мы уже открылись за приезд. А вечером будем праздновать праздник День Победы с шашлыком. Все как полагается. Дети, привет. Привет. Дашулька вон там рядом с нами в колясочке. Но Алина строго-настрого говорит. Мама, пока еще нам нет трех месяцев, не показываемся. Буду слушать дочу, а то она меня ругает. Вот такой вот, как всегда, у нас быстрый стол. Булькает вино лыхное. И, кстати, такое вкусное вино. Полусладкое. Ну, а я коньячок. Где мой киновский? Да. Ладненько. Всем, кто сейчас обедает. Время, кстати, без 25.2. Мы очень классно управились. Мы уже успели съездить с Игорешкой в магазин. Вот приехали. Садимся перекусывать. Ну и снова небольшой обзор покупок из магазина FixPrice. Заезжали в FixPrice и купили вот такие фигурки. Вообще, конечно, я от дачных фигурок вот таких просто тащусь. Они очень небюджетные, поэтому сильно большие. Пока нет возможности купить. Купила вот такие маленькие. Цена одной такой штуки 199 рублей. Поставим мы их возле входа, где вот крылечка. Я потом покажу обязательно все, как я применила. Купили вторую полку такого же цвета для обуви. Синюю. И место ей на крылечке при входе в дом. Одна у нас в доме, а другая будет при входе в дом. Купила крем комплексный для лица. Чистая линия. Такой простенький. Это и дневной, и ночной, как я понимаю. С дачурой купили нам вот такие вот носочки в горохе. Бежевенькие и серенькие. Точнее, темно-серые и светло-серые. 77 рублей за пару. Смотрела я, смотрела на эту полочку и все-таки решила приобрести. Авось пригодится. К тому же на даче все всегда нужно. Практически всегда не хватает места. Поэтому смотрела на нее и решила взять. Вообще, я говорю, мне этот магазин FixPrice Воскресенский безумно нравится. Там столько вот таких вот вещей для организации хранения. Там такой был классный органайзер. Я его в этот раз не взяла, но я думаю, что я его обязательно возьму. Покажу вам потом. Для всякой разной мелочи. Вот такая полочка. 77 рублей цена. Мне кажется, вообще ни о чем. Вот такие вот две корзиночки взяла. Хозяйственные они называются. Тоже не знаю, куда их буду применять. Но я считаю, что такие вещи всегда, опять же, нужны на даче. Да и не только на даче. Они достаточно глубокие. Поэтому, я думаю, пригодятся. И вот такую вот навесную полочку. Я уже примерила ее. Она подходит. Повешу на дверку кухни, на нижний ящик. И посмотрю, что здесь можно будет хранить. Здесь вообще вот как бы чистящее. Но я думаю, что у меня здесь будет масло. Может быть, какой-то уксус или соус. Посмотрю. Я вообще сейчас немножко делаю переорганизацию на кухне. Вот. Вынесли сюда вот этот столик со второго этажа. Он, конечно, такой спартанский. Но мне очень удобно, что не надо постоянно наклоняться за водой. Все под рукой. И вот эти вот нижние тазы, большую кастрюлю я вытащила сейчас сюда. Под стол положила. Поэтому вот эту часть буду использовать для бутылок. Потому что в верхних шкафах очень тяжело им держать такую нагрузку. Ну, здесь у меня контейнеры, туалетная бумага, контейнеры, в которые мы вот эти вот ведерки. Я их собираю за зиму. Капусту мы обычно квашеную в них берем. И если какие-то продукты остаются, мы их увозим домой. Вот такая вот корзина у меня есть. Здесь тоже различные крышки, плошки, контейнеры хранятся. Небольшие приспособления к терке, к моей чудо-терке, обыкновенная терка. Ну, а тут посмотрю. И вот этот вот контейнер, он прекрасно вешается вот так. И прекрасно закрывается. Как раз вот нижняя часть, она как раз над верхней полкой. Очень удобно. Ну, а что сюда буду класть, потом вам покажу. Вот такие вот покупки были приобретены в магазине Фикс Прайс. Хочу вам показать, как я пристроила полочку. Я думала, она хлипенькая, а она, оказывается, вот в эти штучки вставляются ножки. И она так достаточно устойчиво стоит. У многих видела эту полочку? Чем хорошо, что можно сверху что-то положить? Ну, я вот организовала, мне так очень удобно. Вот, корзиночку тоже это пристроила. Опять же, чем удобно? Взял корзинку и протер. Или достал ее, вытащил, что нужно. Вот так вот. Вы знаете, хочется еще полочку такую купить. Очень удобно. Как я и говорила, пристроила сюда масло. То, что часто нужно. И всегда под рукой. Под солнечное масло. Вот этот лимонный сок часто использую. Уксус бальзамический. Ну, здесь еще один уксус стоял. 9% Игорюшка его сейчас забрал. Маринует шашлык. Тоже замечательно, исключительно. Полочку еще обувную не пристраивали, потому что тут у нас бардак, бардак, бардак. Дениска косил. Игорюшка мясом занимается. Ну, вот просто отчитаться немножко. Покосили. Сразу другой вид. А смотрите, что я вам хочу. Кстати, у меня мульчируется... Как-то так получилось. У меня мульчируется грядка. Но я завтра все равно буду перерыхливать ее. Но все равно травку эту можно не убирать. Самое интересное, не сажала. Смотрите, у меня нарциссы. И вот здесь вдоль забора. Смотрите, сколько много. Ну, уже радуют цветы на участке. Ну, наконец-то и мы готовы отмечать праздник День Победы. Ой, мясо надо открыть. Здесь у нас шашлык-машлык. Ой, с картошечкой, с сальцом. Как положено. Горючее в полет. Зеленушка. Игорешка лучок замариновал. И, наконец-то, дачный салат. Дачный, царский. Из пекинской капусты, сыра и сухариков. Холодец хрен. О-о-о-о. Будем праздновать. Алинка. Блогерша. Приветики. Приветики. Да не видно там ее. Дашульку вон милуют. Алинка сразу, нет, не показывай. Не показываю твою Доню. Сейчас мы с тобой поговорим с этого стола. Наверное, мы все. Так, ну, 9 мая. Великий день. Великий праздник. Величайший храм. Вот. За победу. За победу наших дедов, прадедов. Спасибо им. Спасибо им. Если бы не они, не было бы нас. Да. Не было бы этого счастья маленького. Который уже скучает. Крепит, да. Поэтому за этот величайший праздник. С Днем Победы. С Днем Победы. У нас Алинка сегодня ходила в сельский магазин за грибами. Не было их на часа два. Но они, конечно, гуляли, приходят. Пять шампиньончиков принесла. Замариновала. Какой-то там супер соус где-то нашла. Рецепт. Обалденно вкусно. И также замариновала крылья. Вот они с папой теперь соревнуются. У кого хлеще. Но мне дочины тоже нравится. Молодец. Молодец. Мы продолжаем праздновать праздник. И сейчас хочется от души поздравить тех, кто еще, как говорится, в рядах. Кто жив-здоров. И дай Бог им здоровья. Это наши ветераны, которые подарили нам этот замечательный праздник. День Победы. Они, наверное, его ждали в 45-м. Как никто другой. И действительно, этот праздник со слезами на глазах. Их, конечно, мало осталось. Но они есть. И те, кто есть, пусть остаются с нами. И подольше, чтобы смогли рассказать нашим внукам и правнукам об этом замечательном дне. Здоровья вам, счастья. И подольше оставайтесь с нами. И чтобы вас вспоминали не только в этот праздник, а помнили о вас всегда. И мы есть именно потому, что есть вы. Я не помню, рассказывала или нет. Вообще, у нас семейная традиция. В этот день мы всегда выезжали в Москву. Это или Красная площадь, или поклонка. Чаще поклонка. Но сегодня не поехали, естественно, не потому, что такая ситуация сложилась в стране и мире. А потому, что с тех пор, как мы приобрели дачу, все весенние праздники мы встречаем здесь, на даче. Но, если вы слышите, у нас играет радио, где поют песни военных лет, песни Победы. Если бы не было карантина, мы бы обязательно с Игорешкой это делали. Каждый год, даже если на даче, мы выезжаем в город к нам, в Люберце, и участвуем в шествии бессмертного полка. Несем своих дедов, гордимся ими. Ну, а так, несмотря на то, что у нас такая ситуация, праздник он есть, он был и он будет. У нас третий тост, и он молчал. Вот. За наших дедов, прадедов, кого нет уже, кто погиб на той войне, спасибо. Светлая им память за героев. Спасибо, дед. Спасибо, дед. Два деда. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok